Успешный предприниматель Шахан Жулдаспаев является победителем первого этапа проекта «100 новых лиц Казахстана». Войти в список достойных представителей Актюбинской области члену Фонда поддержки парализованных граждан удалось благодаря неиссякаемой энергии и оптимизму реализации социального проекта «Пандус ОК». Вместе с Шаханом Министерством информации и коммуникации были отобраны четверо наших земляков. Крупные бизнесмены и меценаты Исламбек Солжанов и Хайрат Майтеков, молодой и талантливый режиссер Эмир Байгазин и герой-полицейский Юрий Хон. Во-первых, это очень нужный, я считаю, действительно необходимый проект «100 новых лиц», «100 историй успеха». И конкретно если говорить, что мне дало, я так не могу сказать, что вот что-то дало, но в плане работы, общественной деятельности, да, я считаю, что, вы знаете, я всегда занимался общественной работой. С того времени, как я стал работать в общественном объединении «Фонд поддержки парализованных граждан», и с этого времени я и веду свою общественную деятельность, и в этом плане я считаю, что действительно очень нужная и правильная работа. В августе текущего года в Ак-Тубе стартовал второй тур престижного смотра. Заявки на участие принимаются до 10 сентября путем выдвижения кандидатур предприятиями и организациями в здании Ассамблеи народа Казахстана. Стать героем современности может любой житель области, внесший вклад в процветание родного края. «Непосредственно один организация должен предоставить своих кандидатур к нам, рабочий орган, мы отправляем в Министерство коммуникации. Вот они уже там делают отбор по критериям, которые в критерии входят люди, значит, возраст с 18 выше, национальность неограничена. Проживающий должен быть граждан Республики Казахстан. И те люди, которые новые идеи, которые большой вклад внесли, например, по развитию нашей независимости». Окончательный список кандидатов будет размещен на портале Ельки и Зет, где с 20 сентября по 10 октября пройдет онлайн-голосование. Результаты конкурса станут известны позже. Айсулу Махмутова, Аманжул Айтмагамбетов, Телеканал Ахтубе.